Добрый вечер. Меня зовут Настя, я iOS-разработчик компании StimFi. Так. Фангаучер. Если вы нажмете на меня, то я буду всегда активна. А если кто-то зайдет, у кого незамеченный микрофон, то фангаут автоматически переключится на это человек. И во избежание, в общем, нажимайте на нее. iOS-разработчик компании StimFi. Мы занимаемся мобильными приложениями. Мы пишем под iPhone, ну, под Apple девайсы, iPhone, iPod и так далее, и под Android девайсы, iPhone и планшетки. Мы уже начали писать под Reelables, под всякие носимые девайсы, часы, вообще с интерфейсом ждем Apple Watch, когда же, когда же. В принципе, приложение у нас уже есть, оно уже ждет на соедините, оно уже ждет, когда его зарядить. И мы в какой-то момент поняли, что много разработчиков, новых разработчиков стоит делиться своим студентом. Мы начали выпускать статьи и начали делать этот вебинар. То есть это сугубо в образовательном центре. Станьюйский микрофон, пожалуйста. То есть он бесплатный, он для всех. Единственное, что темы разные, разные разработчики участвуют и разная аудитория. Возможно, текущий наш вебинар сегодняшний не будет очень интересен для тех, кто только-только начинает свои шаги, потому что он довольно специализированный. Может быть, не будет интересен. Я посмотрела на аудиторию, я добавила там несколько такие более признавших слайдов. Более общих, скажем так. В конце скажу еще раз. Сначала я рассказываю, я показываю слайды. В конце мы отвечаем на вопросы. Вопросы можете писать в чате на YouTube. Можете написать сбоку в чате в хрангауте. Все приходящие в хрангауте, пожалуйста, мейте свои микрофоны. Не включайте их. Иначе я буду прерваться и включу это микрофон. Все. На этой чудесной ноте я открываю слайды и идем по слайдам. Я думаю, все да. Сейчас будет небольшой эффект. Плесеньки. Но уже должны быть видны слайды. Супер-бупер-мега-тайтл слайд, да? We can't use our code. Парс.com.miss versus reality. Парс, кто не знает, что такое парс, We can use our code. We can use our code. We can use our code. Это возможность просто зарегистрироваться в какой-то сервисе, не поднимать собственный сервер, не разворачивать собственную базу данных, не иметь собственных бэкэнд разработчиков, но при этом иметь рабочий сервис, сервер, который отвечает на запросы приложения. Особенно это актуально для приложений, которым этот сервис нужен. То есть если мы пишем приложение, которое хранит заметки, да, ему может и не нужен будет сервер. А если оно уже начинает синхронизироваться с другими пользователями, или если мы хотим шарить котиков разным пользователям, то нам нужен сервер, который будут запросы обрабатывать, ответы отдавать и так далее. Мобильные бэкэнды очень популярны в последние пару лет, собственно, с бумом мобильных приложений, особенно еще тем, что как бы не нужен отдельный разработчик. То есть может стартапер со своей гениальной мыслью придумать очередное приложение, найти под него iOS-разработчика или самым Android-разработчика, запилить клиентскую часть и серверную часть тоже сам запилить, хотя он как бы не сервер разработчик. В чем минусы? В том, что, по сути, мы становимся зависимы от какого-то стороннего сервера, и если эта компания, например, перестает предоставлять такие условия, то все, прощая наш сторонний сервер. Или если нам нужны какие-то специфические характеристики, тоже не очень много пространства для маневра. Но, тем не менее, такие МВАСы очень популярны, их на самом деле очень много. Конкретно я хочу поговорить про Парс, потому что последние пару лет я работала с Парсом. Когда-то, когда мы выбирали, с каким МВАСом работать, я пересмотрела разные, но сейчас у меня активная экспертиза только в Парсе, поэтому именно про Парс. Мы можем поднять в конце, можем поднять холивор, какой бэкэнд лучше. Я, кстати, подбирала много литературы, в конце будет очень много слайдов с ссылками, с источниками. В конце будет много ссылок, где точатся холиворы, какой же бэкэнд лучше, если не Парс, то какой. Все ссылки. Я не хочу, если честно, ссориться по этому поводу. Они разные, они для разных целей и так далее. Конкретно то, что я делала, вот наша экспертиза, наш бэграунд, мы делали разные мобильные приложения, социалочки, опять социалочки, снова социалочки, приложения как дневник, приложения как medication alarm. Они использовали разные функции Парса. В принципе, разные функции. Тут у нас были и connection к социальным сетям, и обработка большого количества фотографий, и синхронизация в оффлайн режиме, и, конечно же, push notification, очень много push notification, в том числе geolocation based. То есть, когда пользователь проходит мимо какой-то локации, или заходит в какую-то локацию, а ему приходит связанный push. Или он делает какое-то событие. Например, постит фоточку около эйфелевой башни, и следующие пользователи около эйфелевой башни, которые постит фоточку, они связаны с предыдущими. Это все как бы реализуемо, это все можно делать с одним маленьким нюансом, что каждый раз, когда выбираешь мобильный бэкэнд, стоит трезво посмотреть на приложение, на заказчика, на то, какие у него цели, какие у него идеи, и, исходя из этого, подобрать, нужен мобильный бэкэнд или не нужен, а если нужен, то парс или, допустим, не парс. Почему конкретно я выбираю парс? Такой маленький дисклеймер. Я никак не отношусь к парс.com, ни к парсу, ни к фейсбуку, поэтому это все субъективное мнение, основанное на собственном опыте. Более того, у парса есть разные градации пользователей, есть бесплатные аккаунты и есть большие интерпрайз-платные аккаунты. Насколько я слышала, там другой немножко уровень саппорта, но я тоже не пробовала. Возможно, некоторые вещи, которые я скажу, они актуальны именно для простых клиентов парса, а для больших интерпрайз-клиентов все, например, хорошо в этом отношении. Не знаю, не сталкивалась. Чем клевен парс? Тем, что он поддерживает кросс-платформенные приложения, то есть у них есть SDK для клиентов на разных платформах, iOS, Android, JavaScript, Windows, по-моему и так далее. Его очень легко, в принципе, засетапить, если времени мало, если хочется бегом-бегом проверить идею, запушить приложение в маркет и проверить реакцию пользователей, парс отлично подходит. Именно для таких, для proof of concept, для MVP или для первого этапа большого сложного проекта. Если есть шанс, что этот большой сложный проект будет еще меняться, но в основном не все меняются. Также у парса есть поддержка push notifications. Это особенно актуально для iOS, потому что не всегда процесс интеграции сертификата на сервер проходит гладко. Иногда возникают проблемы. А в этом отношении у парса просто добавил сертификат и оно работает. С другой стороны, пуши могут не приходить, но это уже другой вопрос. Также у парса такое гибкое ценообразование. Они его меняли за последние два года несколько раз, поэтому некоторые аргументы споров в сети касательно того, дорогой парс или дешевый, они уже становятся неактуальными, потому что модель ценообразования поменялась. Например, сейчас у парса очень хороший бесплатный план, в котором входит довольно много допросов, много сториджа и так далее. Ну, например, одна background, одна concurrent background роба. Если приложение ориентируется на миллионы пользователей, возможно, это не такой cost saving, кажется, на первый взгляд. И еще в чем приятная особенность парса в том, что есть возможность писать свой backend код, то есть парс выступает не только как облачное хранилище, не только как база данных, а как полноценный сервер, который способен обрабатывать бизнес-логику, где мы можем писать свой код, например, на JavaScript, на Node.js, и выполнять какие-то сложные действия в зависимости от реакций пользователя. Это тоже, кстати, не во всех, как ни странно, это не во всех таких мобильных сервисах. В каких случаях не стоит использовать парс? Опять-таки, это вопрос такой, никогда не знаешь. Начинаешь с приложения, и вроде как просмотрел все плюсы, просмотрел все минусы, но никогда не может быть стопроцентно уверенным, подойдет парс, или через три месяца окажется, что все зря, и просто зря потраченное время, деньги, и нужно переезжать на собственный сервер. Но иногда есть такие индикаторы, например, если приложение, это огромный-огромный интернет-магазин. Я вот не уверена, можно ли сделать огромный-огромный интернет-магазин на парсе. Наверное, да, если это enterprise-аккаунт, наверное, шансы выше, но мой опыт показывает, что чем больше объектов хранится в таблицах, тем сложнее ими всеми манипулировать. И тут есть некоторые ограничения самого парса, например, количество объектов, которые он может возвращать в одной query. И, в принципе, там, ограничение сториджа парсовского. То есть, может быть, парс и подойдет, но стоимость его использования будет выше, чем если бы у нас был свой собственный сервер. Также, если изначально планируется приложение на миллион пользователей, ну, а есть такие клиенты, которые подходят и говорят, что у нас будет приложение на миллион пользователей, вот точно на миллион, мы выпустимся – сразу миллион, то тоже, возможно, не стоит смотреть в сторону парса. Опять-таки, может быть, это совсем даже не миллион, а сотня после первого месяца работы, но если уже приложение ориентировано на большое количество пользователей, то, скорее всего, я бы рекомендовала использовать свой собственный сервер и его писать, потому что наверняка за миллионом пользователей стоит какая-то часть функциональности, которая нужна более гибкая, чем может предоставить парс. Также вопросы стриминга. Я, может, я плохо искала, но я не нашла возможности стримить видео-аудио файлы с парса, и, тем не менее, я знаю, есть боасы, которые предоставляют такую возможность. И возникают вопросы с чатами. Да, на парсе можно реализовать чатик, да, возможно, он даже будет достаточно быстрым, чтобы можно было комфортно пользоваться, но их модель оплаты зависит от количества запросов. А чат – это такой постоянный обмен информацией, который генерирует очень много запросов, и, опять-таки, возможно, платить за парс нужно будет больше, чем использовать свой собственный поинтный сервер. Это такие поинты, которые, мне кажется, довольно четко говорят, когда, возможно, не стоит смотреть на парс. Если приложение маленькое, если это proof of concept, если там не предполагается каких-то сложных ухищрений в логике, стоит смотреть на парс, и, в принципе, вообще на мобильные бэкэнды. Если это большой энтерпрайз-проект, особенно у клиента, у которого уже есть бэкэнд, ну, использование любого другого бааса выглядит странным. Security. Обычно, когда мы говорим про мобильные бэкэнды, возникает три вопроса. Цена. Обсудили модель монетизации, да, иногда проще, дешевле поставить свой собственный сервер, чем играться со сторонниками. Цена. Scalability. Ну, то есть масштабируемость, сколько пользователей он выдержит, как мы можем расширить его на свои сервера, на свои сервисы и так далее. И security. То есть безопасность. Безопасность – это такой всегда кущенный был момент, потому что его можно рассматривать с разных сторон, и, конечно же, разные случаи по-своему. Для некоторых клиентов важны определенные аспекты, для некоторых какие-то аспекты менее важны, ими можно пренебречь. В плане парса. Нужно понимать, что каждое приложение имеет, как бы, пару ключей. Application keys. Из них есть один master key. Это скрытый ключ, это приватный ключ. Это ключ, который открывает все двери, с ним можно делать, зная его, можно, в принципе, делать много чего. И это публичные ключи. Особенно это категорично для JavaScript, но и для iOS-приложения тоже. Всегда можно взять исходный код вашего приложения и найти ключ. Имея ключ, можно подконнектиться к базе парса, представившись этим приложением, и там уже зависит от настроек, которые вы указали в базе. В самом худшем случае, если стоят неправильные permission, неправильные ACL, то можно, например, дропнуть всю базу. Или можно, наоборот, подобавлять какие-то таблицы, какую-то мусорную информацию. Есть отличная атака, так как цена парса зависит от количества запросов, то отличная атака, при которой просто коннектишься в базе, даже если нет прав на редактирование, начинаешь засыпать базу запросами. Миллион запросов, насколько я знаю, это ограничение бесплатного плана, миллион запросов в месяц, достигается довольно быстро, то есть хватит где-то суток, для того, чтобы достичь миллиона запросов. Хотя у парса стоит защита от дос-атак, нельзя достичь миллион запросов очень быстро, но тем не менее, его можно достичь, и владелец аккаунта попадет на крупную сумму денег, ну или не очень крупную, смотря сколько времени пройдет, прежде чем он заметит, что что-то идет не так. Действительно, такая опасность есть, и парс в своей документации про секьюрность рассказывает, что ключи – это не тот способ безопасности, на который стоит полагаться, то есть это не то, что обеспашивает приложение, нужно всегда понимать, что эти ключи открыты, и настраивать приложение так, чтобы даже если кто-то знает ключ, то он не смог сделать ничего крайне плохого. В том числе, есть такая цапочка Allow Client Class Creation. Это когда клиентское приложение, например, iOS, Android, JavaScript, приложение может создавать базы, может создавать таблицы в базе. Вот тогда можно забить мусорными какими-то данными таблицы, и выйти в ограничения по сторожу, ну и опять-таки попасть на деньги. Также очень важно ограничивать доступ для неавторизированных пользователей. Это может быть только ридонный доступ, а все действия, типа изменения, удаления и создания давать только авторизированным пользователям и только с правами, ну, с соответствующими правами. Если это админ, то он может все, если это обычные юзеры, они имеют доступ на изменения только к своим собственным данным. В общем, по вопросам security. Есть подводные камни. Они не то, чтобы сильно подводные, но о них в основном забывают. В одной из ссылок, которые я дам в конце статьи, есть прекрасная статья на хабре, где просто взяли и вскрыли iOS-приложение, нашли ключ, приконектили и включали. Такие же статьи есть про JavaScript-приложение, потому что там ничего вскрывать не надо, ключи вот они и лежат. Как бы такая опасность есть, но тут уже вопрос настройки. Нужно грамотно, нужно это все осознавать и грамотно настраивать политику безопасности. Тогда можно быть более-менее уверенным, что да, это секьюрно. И не писать банковские проекты на парсе. Также для некоторых клиентов, возможно, это будет важно. Есть американский стандарт хранения конфиденциальной информации о медицинских целях. Если я правильно помню, он называется HIPAA. Вот его парс не поддерживает. Это прямо вот ответ. Нет, мы его не поддерживаем. Если он вам нужен, тогда, вероятно, выберите другой вариант. Поговорили про секьюрность. Перейдем конкретно к пути, как сетапить парс-приложение и вообще шаг за шагом. Это делать очень просто. Нужно скачать, нужно создать в парсе application, его настроить, там он сразу выдаст ключи. С этими ключами мы создаем iOS, например, iOS-приложение, скачаем SDK, встраиваем SDK, пишем код, заливаем код, если вдруг нужен cloud-код. Так как парс очень гибкая штука, он позволяет, можно все сделать без cloud-кода. То есть можно на стороне iOS и Android-приложения прямо из приложения сохранять объекты в базу, считывать объекты с базой, делать довольно сложные запросы. То есть SDK клиентов это все позволяет. Она довольно гибкая, довольно сложная, в смысле с разными функциями. Либо, что я обычно делаю, я всю логику касательно бэкэнда я переношу ее на бэкэнд. То есть у меня приложение просто вызывает какую-то cloud-функцию, а в cloud-функции уже идет обработка логики. Если это запрос в пейдженации, то какие конкретно объекты отдать приложению, какой там лимит, какой offset и так далее. С cloud-кодом. Мы отдельно поговорили, у меня есть отдельные слайды насчет дебага cloud-кода и вообще насколько он клевый. Но для простых приложений может и не понадобиться. Для сложных может понадобиться. Поехали дальше. Клиент SDK на примере iOS. iOS SDK очень неплохое, хотя случается, как на картинке справа, случаются разные. Вот на картинке по логу по стектрейсу видно, что mutex log, то есть приложение что-то делала, делала, запросила, логгер попытался залогировать действия пользователя, запросил имя пользователя и все, mutex log. У нас деблог, когда парс, что-то внутри парс SDK заставило mutex ждать и никто, теперь mutex как бы в ожидании занятый и никто не может доступиться к этому процессу. Все ждут, приложение замерло, потому что все ждут. Хотя это должно было быть в режиме из-бэкграунд тренда, но я не уверена. Я словила такое. Это даже не crash. Это просто такой freeze. Все замерли. Несмотря на такие странные штуки на крэше, SDK очень хорошая, его очень легко поставить из CocoaPods. Мы, не знаю, достигли какого-то определенного уровня лени, когда все библиотеки, которых нет в CocoaPods, их не существует. Поэтому, если библиотека есть в CocoaPods, шанс, что она установлена намного выше. Там есть прекрасные методы для работы с плохим соединением. То есть, когда пользователь не всегда находится онлайн, а находится на плохом мобайл-коннекшене, или просто бывают использованы приложения оффлайн. В SDK есть методы типа save eventually. Это сохранить какие-то данные, когда пользователь, когда появится сеть. Я нахожу их очень милыми, хотя, я же говорю, я так SDK не использую. Я вообще его стараюсь использовать по минимуму. У меня это сугубо способ тыкнуть клауд-код и распарсить ответ клауд-код. Но также в SDK есть возможность использовать кэширование, устроенное. Есть внутренний storage. То есть, парс предоставляет свою внутреннюю базу. Теперь данные, которые мы сохраняем во внешнюю, в клауд-базу, мы можем сначала положить во внутреннюю, а когда появится сеть, тогда перевести во внешнюю. В принципе, очень удобно для приложения, которые поддерживают оффлайн-режим. Потому что это такая синхронизация из коробки. Также из коробки есть работа с файлами. В основном это картинки. Можно загрузить какие-то мелодии. Единственное ограничение 10 мегабайт на один файл. Для картинок как бы хватает, если это не панорама. Но все равно картинки нужно сначала обрабатывать, их скейлить, их уменьшать, ухудшать их качество, а потом только загружать на парс. Но если использовать PDF-файл, то действительно очень просто загрузить, слить, и даже там посчитать процент, насколько эта картинка загружена. Также в SDK есть поддержка и на пурчейзов. Я ее ни разу не пользовалась, но я ее вычитала в документации. Подумала, это столько по минуте. И целая плеяда уже готовых UI-интерфейсов. Особенно это подходит для тех, кто хочет очень быстро сделать приложение. буквально пара экранов и все. Парс предоставляет уже около десятка, может больше таких готовых экранов. Например, простой экран логина, или экран загрузки файла, если я не ошибаюсь, или экран покупки. Я этими экранами тоже обычно не пользуюсь, потому что у нас дизайны довольно кастомные, но такие элементы есть, их можно использовать, если нужно очень быстро сделать такое очень простое приложение. Отдельно про картинки. Как я уже сказала, есть возможность, есть нативный саппорт файлов с ограничением 10 мегабайт на файл и с довольно долгим процессом отлоада. Но это все зависит. Мы экспериментировали в разных географических зонах. В парсе очень много серверов. Иногда отлоад лагает. Причем лагает очень существенно, особенно если аплоад многих картинок одновременно. Вплоть до того, что, например, аплоадят 10 картинок, если фейлится первая картинка, то автоматом запрос фейлится, несмотря на то, что остальные 10 зааплоадились. И со стороны приложения предлагают сделать retry, пользователь делает retry и по сути еще раз загружает те 9 картинок, которые загрузились и съедает место в базе. А место в базе это цена. То есть это то, от чего зависит цена. Как альтернатива для файлов больше 10 мегабайт мы рассматривали Amazon S3. То есть на самом деле загрузку проводить на сервера Амазона, а парсу скармливать только ссылку. Хорошо работает, если файлы большие. Ну и у Амазона по таким по субъективным, очень субъективным ощущениям лучше, быстрее upload. Ну там свои прелести Amazon SDK, я не буду на них останавливаться, там хватает таких моментов. Тем не менее, загрузка картинок есть, работа с картинками, во всем случае iOS SDK. В Android SDK я думаю, оно тоже есть, но я не могу быть в этом уверена. Про Cloud Code. Как я уже сказала, мы сначала пишем клиент приложения, смотрим на него. Иногда нам нужно написать бизнес-логику на сервере. В моем случае нужно всегда написать бизнес-логику на сервере, потому что я стараюсь ее выкладывать именно в сторону сервера. Так намного проще, если нужно что-то изменить. Например, например, у нас пользователю отправляются какие-то картинки с котиками, а начиная с завтрашнего дня мы хотим, чтобы он видел только картинки с котиками от своих друзей. Если этот код, эта логика написана внутри iOS приложения, то нужно ее переписать, приложение пересамитить, подождать две недели, ну и там, восемь дней, пока, например, ретривью выпла, а только потом пользователю появляется эта возможность. Если бизнес-логику выкладывать на сторону сервера, то она меняется гораздо быстрее, меняется теплоидс и так далее. Что еще приятного? на клауд-коде можно написать на JavaScript и на Node.js. Скрипты, ну, парт представляет Trust API, то есть к нему можно коннектиться, например, и писать на Python, можно писать на Kurli, там под низом MongoDB. Кто знает, прекрасная база данных, документы ориентированы со своей спецификой, так сказать. также в клауд-коде есть режим можно написать parse develop и название приложения и получить логи в консоль. То есть не обязательно каждый раз писать parse deploy, заливать клауд-код на парс и смотреть логи из веб-интерфейса. Можно это все делать в консоль. Еще клауд-код примечательен своими модулями, что так встречается любая джипскриптовая библиотека, которая у нас есть, просто как исходники. Или у него уже есть готовые модули, например, как отправка емейлов, там, поддержка всяких всяких там обезьянок для отправки емейлов и так далее. Чем еще прекрасен клауд-код? Триггеры. Фазы данных, которые есть триггеры URL. Триггеры before save, after save, before delete, after delete. Есть один маленький нюанс про нюанс чуть позже. Квери. Квери можно делать простые, можно делать вложенные, можно их друг друга, ну, их зацикливать, делать друг после друга, да, можно их объединять и так далее. Есть background job. Это такие операции, которые длятся большое количество времени, например, раз в день. Эту background job можно же скидлить раз в день пользователям, которые были неактивны в приложении, а справлять push notification. Или раз в день подчищать там временные файлы, например, и так далее. Есть возможность, так как это Node.js одно, одна поточная, есть возможность использовать методы асинхронного доступа, называется parse promise. Это что-то типа семафоров, позволяет захватывать ресурс и как бы распараллеливать кусок работы, а потом синхронизироваться, делать точки синхронизации. Еще есть support пандженация, как я уже говорила, есть возможность выдирать как бы параметры из запросов, то есть приложение отправляет какие-то параметры запросы, например, свою геолокацию. В Cloud Code эти параметры спокойно достаем, исходя из геолокации что-то делать. Кроме хорошего, про Cloud Code можно сказать много плохого. Во-первых, это JavaScript. Ну, серьезно. Если мы берем и утверждаем, что нам нужны серверные разработчики, то они тут внезапно оказываются нужны. Или наши разработчики iOS и Android начинают писать на JavaScript и очень радуются по этому поводу. Во-вторых, способов асинхронного запуска их не очень много. То есть это все превращается в такой callback help, когда одна функция дергает другую функцию, та функция дергает третью функцию, которая дергает четвертую функцию, а в конце концов нужно вызвать один единственный метод response success, иначе ничего не вернется клиенту или вернется ошибка. Дальше. Сложность с дебагом. Если есть свой собственный сервер, его всегда можно развернуть на localhost и тыкать его палочкой в локальной сети. В случае с парсом это не проходит. Каждое изменение нужно действительно залить на сервер. Заливаешь, проверяешь, не работает. Опять меняешь одну строку, заливаешь, проверяешь, не работает. И так далее. При этом единственный индикатор дебага это только логи. из того, насколько прекрасна логия, зависит то, как быстро мы найдем ошибку. Потом есть свои ограничения на время выполнения. Очень лимитировано время выполнения функции и background drop. В принципе, как только функция выходит за тайм-аут, ее сразу же дропают. То есть, клиент получает ошибку выполнения, ошибку запроса. И при этом очень тяжело бывает найти, что это именно ошибка тайм-аута. Что-то пошло не так. Ну и, наверное, одно из таких немаловажных неприятных файлов. Ключи для приложения CloudCode они лежат в одном файлике global.json, если больше, чем одно предложение. Например, если это production и developer приложение, то этот файлик он постоянно меняется. И сложно уследить, а какое приложение я сейчас разрабатываю. Я уже комичу в production или нет. Из еще плохих штук. Сами ограничения парса на query, на запросы. Довольно тяжело работать с внутренними query. Иногда, чтобы вытащить одни данные, приходится городить очень много запросов. А учитывая, что запрос это та метрика, от которой зависит цена, то разработка получается такая request-driven development. и есть ограничение на количество объектов, которые возвращаются в одной query. Поэтому, как я сказала раньше, если приложение действительно большое, в котором очень много данных, то может, может, что-то может пойти не так. Особенно забавная операция count. Если очень много данных, то count возвращает не четкое значение, а какое-то приблизительное значение. для некоторых критично. Миллионы объектов или тысяч. Немного слов про то, как конкретно мы выстроили работу с приложениями, которые уже есть в App Store. То есть, приложение начало разрабатываться, сделалось в режиме development, потом мы выпустили в App Store, потом нужно делать доделки. Естественно, мы не будем их делать на живом приложении живыми пользователями, то есть, мы заводим еще одно приложение, называем текущая production, заводим новый development, состучаемся к новому приложению, используя ключи этого приложения, разрабатываем, 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 а потом при заливке приложения в App Store переключаем его на production приложение. В моем случае, я это делаю бранчами, то есть, у меня есть бранчами development, мастер бранча, в которой находится активное сейчас приложение, которое я разрабатываю, и оно смотрит все ключи настроенные на это приложение в парсе, и релиз App Store бранча, где все настроено на то, чтобы использовать production приложение. В парсе это выглядит так, то есть там тоже создаются два приложения, одно я называю Dev, второе не Dev, и справа на картинке это iOS проходит переключение между разными ключами. Кстати, это не очень хороший способ писать ключи, потому что так ключи всегда можно узнать, если раскрыть приложение и немножко там пройтись по его исходному кону, всегда можно писать ключи. еще что очень важно, если одновременно разрабатываются два приложения, то есть если одно приложение в Store, а другое при этом разрабатывается, это версионность. Возможно, клиент придумал новые фичи, и эти новые фичи не должны влиять только на пользователей самой большой, максимальной версии. Например, мы в iOS приложении добавили какую-то кнопочку, и на парсе нужно как-то на нее реагировать. пользователи, у которых кнопочки этой нету, им не нужно на это реагировать. Со своей стороны я сохраняю версию API в каждом юзере, каждый раз, по сути это поле, которое перезаписывается при каждом открытии приложения. Оно хранится в базе, и потом уже в Cloud Code эта версия достается и проверяется, получается такой вермишельный Cloud Code. Везде каждый кусочек проверяет достаточно достаточная ли у пользователей версия. Вопрос миграции. Если мы сначала выбрали парс, и он нам оказался прекрасным сервисом, все замечательно работало, а потом что-то изменилось, что-то пошло не так, и нас уже не устраивает парс, а приложение при этом в Story. У него есть живые пользователи, которым не хотелось бы, чьи данные не хотелось бы терять. возникает вопрос, как мигрировать. Мигрировать можно, но осторожно. Для этого, конечно, нужно будет переписать iOS-приложение, причем, если оно плотно, ну, или Android-приложение, если оно плотно завязано на SDK, чем плотнее оно завязано на SDK, тем больше нужно переписывать. Если оно просто тыкает парс, то есть там есть какой-то request-менеджер, который отправляет запросы, так проще можно заменить только request-менеджер. С точки зрения парса, у них начиная с какой-то версии появилась приказная кнопка экспорт, которая позволяет экспортировать все данные в JSON-файл. Тут уже ваше дело, что делать дальше JSON-файл. То есть нужно написать скрипт, который придет по этому JSON-файлу и сложен данные в таблички. Все. Мы переходим к заключительным слайдам, к оценке, чем парс хорош и чем парс плох. Я это разделила на две точки зрения. На точку зрения девелопера и на точку зрения клиента или менеджера, потому что разные системы оценки. Как с точки зрения девелопера? Использовать просто. Есть клевая SDK, несмотря на свои приколы. У некоторых, я знаю, довольно тяжело SDK эту завести и оно крешится в разные моменты, но тут уж кому как повезет. Есть документация, во-первых, плюс она есть, во-вторых, она довольно полная. С другой стороны, вопрос ее актуальности некоторыми фрагментами она может быть не очень актуальна. Есть форум, на котором задают вопросы, на котором ребята из парса действительно отвечают, но опять-таки вопрос актуальности. Не всегда задавая вопрос, можно на него получить ответ какой-то разумный промежуток времени. Есть прекрасные Push Notification, которые реально очень легко устанавливаются. Они или работают, или не работают, другого не дают. И это довольно легко проверить. Там есть кнопочка тестовый Push Notification. Если сертификат правильный на телефон не пришло, то что-то пошло не так, кто-то что-то неправильно настроил. Но исключается ошибка какого-то серверного разработчика, который просто не смог прочитать документацию. И есть Cloud Code, который приятно, ну как приятно, JavaScript, который приятно писать и манипулировать. С точки зрения менеджера или вот кастомера, который решил себе делать приложение на парсе, у него, безусловно, уменьшается время, которое приложение проходит от идеи до выхода в store. Ну, опять-таки, как повезет, если это маленькое приложение, то время уменьшается. Если это огромное приложение и его, наверное, не стоило было писать на парсе, но его написали на парсе, то время вряд ли уменьшится. Можно сказать, что уменьшается количество нужных денег, потому что нам как бы не нужны бэкэнд-разработчики, но такой скользкий момент. Зато у нас теперь клиент, разработчики клиента, iOS, Android, допишут бэкэнд-код, что тоже может быть не очень приятно. В парсе есть возможность трекать разную аналитику, видеть статистику, видеть реальное количество пользователей, что они делают и так далее. Есть очень много модулей, которые встраиваются тоже из коробки, также отправка e-mail. И довольно гибкое ценообразование, можно подобрать план, который подходит именно тебе. А, еще есть user-friendly админка, такой спрэдшит, который легко манипулировать не техническими минусы. Минусы с developer точки зрения. Это так называемый request-driven development. Так как запросы считаются, то нужно продумывать архитектуру так, чтобы снизить количество запросов. Особенно, если пользователей много. Особенно, если они генерят много запросов. Это довольно странный подход, который заставляет некоторые части кода переписать, возможно, чтобы они работали медленнее, но меньше запросов использовали. Дальше, с точки зрения разработчика админка, она какая-то не developer-friendly, потому что там нужно все делать мышкой. Я вот для себя пишу питоновские скрипты. И нету некоторых возможностей, которые, опять-таки, есть, если написать для этого код. Нету автобекапов. Это проблема, мне кажется, которая скорее разработчиков касается, потому что спрашивать будут снизу. если можно данные экспортировать, как бы и парс на своей стороне делает бэкапы, но это они не раскрывают. Это как в случае для пользователей бесплатного плана, они не раскрывают какие-то свои секреты и кнопочки сделать бэкап или делать бэкапы постоянно у них нету. И все те минусы, которые я описывала с точки зрения клауд-кода, они все тоже относятся. и крэши, непонятные ЗДК, это все тоже такие минусы. С точки зрения клиентов, менеджеров и так далее, минусы в том, что появляется зависимость от третьих сервисов. То есть это не собственный сервер, который лежит, который вот физически доступен, или как минимум мы знаем, где он, мы знаем из чего физически состоят эти компьютеры, есть физические разработчики, которые там работают. это все-таки чей-то сервер. Что если, вот сейчас Facebook купил Парс, что если Facebook решит его закрыть? Да, это ставит под сомнение, это риск для бизнеса. Что если Парс вдруг ляжет? Что если он будет работать медленно? То есть появляются все эти штуки, на которые очень тяжело влиять. И сама некая негибкость проявляется. У Парса есть свои собственные ограничения. Хорошо, если приложение не встраивается в эти ограничения. И плохо, если оно сначала встраивается, а потом перестает встраивать. Нужно мегриживать или менять свою бизнес-идею. И стоимость. Иногда бывает дешевле развернуть свою собственную инфраструктуру, да, с физическими машинами, физическими разработчиками и так далее, чем оплачивать Парс. Потому что еще тяжело предугадать. Если вдруг приложение будет иметь колоссальный успех, когда зайдут миллионы пользователей, то это опять-таки влетит в свою копеечку. Возможно, большую, чем если бы это был собственный сервис. Ссылки. Как я и говорила, я подготовила много ссылок. Мы уже заканчиваем. Сейчас пойдут вопросы. Это много ссылок. Я просто пролистаю слайды. Их есть. Долгими летними ночами можно тратить время и читать. В том числе отдельные ссылки на русском языке, их правда не очень много. И отдельные ссылки на иллюстрации, кому понравились. Давайте прежде чем будут вопросы. Спасибо. Следующий Мэткод мы планируем в мае. Мы пока не знаем ни дат, ни виталий, но на нашей страничке в фейсбуке, на страничке Мэткода в фейсбуке, в твиттере где-нибудь будет анонс. Поэтому, кто заинтересовался, в принципе, то же самое. Регистрация, тема и так далее. Если есть какие-то предложения, замечания, я пока не читала вопросы, но если есть какие-то предложения, замечания по поводу вебинара, можно писать мне, можно писать на нашу почту, можно написать на фейсбук. В общем, способов коммуникации много. Пишите, вы будете услышаны. Сейчас я выключу слайды и вернусь к вопросам. Так. Начнем, наверное, с вопросов в чатике. Так. Вопросы в хэнгауте. Кто заказчик нашей компании? Ну, секрет. Если честно, у нас есть NDA. Мы работаем как такая консалтинговая компания. То есть мы как бы аутсорс, не аутстав. У нас два разных типа заказчиков. Есть стартаперы со своими гениальными идеями. есть большие интерфайс компании. Конкретно приложение под парс мы пишем в основном с небольшими заказчиками. Дальше. Есть ли туториал парса с простыми примерами? Есть ли с другими? Так. Туториал парса есть. Ссылка на документацию parse.com slash box. Там очень много туториалов. Там они с картинками. Там в том числе beginners guide, где расписано, если вы будете писать приложение под iOS, вам нужно сделать такие вот шаги с картиночками. В этом плане документации много. Идите на парс. Вам помогут. Есть ли SDK под свифт? Не видела, не смотрела. Я пока пишу на Objective-C. Последний раз писала под парс на Objective-C. Есть ли интеграция с соцсетями шарил на логин? Логин есть Ulogin. Шарил как? Шарилкой сложнее. Ну, как таковая, для того, чтобы шарить в соцсети. Я не знаю, зачем нужен парс. Что напрямую можно делать из приложения. Я всегда это делала напрямую из приложения, особенно начиная с iOS 8. Тем не менее, возможно, это можно сделать из слайд-кода. В парсе есть в новом модуле и можно посмотреть, поискать. Я в этом отношении. Не знаю. Дальше. Есть ли еще у нас вопросы в Google-чатике. Google-чатик у нас с задержкой. Если появится через некоторое время. Если у кого есть, могут писать, спрашивать. Я пока подожду полминутки. пишу, что есть SDK подсвект. Я все еще жду вопросов. В принципе, вебинар закончился. Если кому интересно слушать ответы на вопросы, feel free. Будем вас ждать. Почему вы не открываете и не пишете свои стартапы? Ну как, у нас есть некоторые свои продукты. Мы над ними работаем. Но тяжелый вопрос. И некоторые из них доступны, некоторые есть в нашем гидфабе и можно смотреть. В том числе у нас есть библиотеки, в которых мы работаем тоже открытые и т.д. Просто очень тяжело подумать какую-то оригинальную идею, когда ты постоянно в этом путешься, увидишь, что гениальные идеи, они не все настолько гениальны. Потратить время на то, чтобы сделать это на social network свое свободное время по вечерам это не всегда интересно. Спасибо, кому было интересно. Я не вижу больше вопросов. Ну, если вопросы еще появятся, есть мой Twitter, есть наш Facebook. мы можем потом прислать e-mail, где можно тоже будет написать вопросы. Если что, пишите. Всем спасибо за то, что пришли. Я очень рада вас видеть, когда вас увидим. Всего хорошего всем вечера. Я заканчиваю вас. Прекрасного вечера. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok